Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С вами все это понятно и доступно. Во многих своих роликах я вам рассказываю о том, что у вина есть множество технологий. Более того, я вам рассказываю о том, что у вина нет рецептов, что виноделие это не про воду и сахар, а кислоты в вине и винограде не надо бояться. Так вот, сегодня мы с вами поговорим об одной из технологий, которая помогает нам уменьшить кислоту в виноградной ягоде. Более того, она превращает кислоту сразу в спирт и при этом делает вино мягким и бархатистым. Интересно? Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Итак, сегодня мы с вами разговариваем о карбонической либо углекислотной мацерации. Что это такое? Это брожение винограда целыми ягодами, можно даже с гремнями, среди углекислого газа, либо любого другого инертного газа. Но об этом чуть позже, как физически все это осуществить в домашних условиях, я вам обязательно расскажу. Происходит это брожение без участия дрожжей, а за счет ферментативных систем самой ягоды винограда. Конечно, процесс здесь на самом деле двухэтапный. То есть сначала происходит внутри ягоды, а потом все-таки уже ягоды начинают разрушаться. И второй этап – это уже классическое брожение с дрожжами. Но тоже о технологиях чуть позже. Маленькая история. Почему так получилось? Ну вообще в некоторых регионах Франции виноград просто сбрасывали в чан, нижние ягодки давились. И там шло классическое брожение, а сверху ягоды оставались целыми, и там шло брожение внутри ягоды. Ну и сначала это делалось исторически, неосознанно. Потом наступило время активного изучения процессов, которые происходят при виноделии. И вот один из ученых уже провел целенаправленный эксперимент, загрузил грозди в чан, запустил туда углекислый газ. И посмотрел, что в итоге получилось. А в итоге получилось вино от другого вкуса, более мягкое и более бархатистое. Этому открытию суждено было, скажем так, полежать на полочке еще достаточно долгое время. Только примерно спустя 20-30 лет этим уже заинтересовался институт и стали экспериментировать дальше. Кстати, при участии этого же человека. Вот он дождался, скажем так, своего звездного часа. И вот Нарнборский, я, наверное, правильно выговорила, институт, значит, он проводил эксперимент и уже разработал конкретную методику приготовления вина вот этим способом. Но надо сразу оговориться, что есть еще много всяких промежуточных вариантов вот этого с бражем. Но о них мы тоже чуть позже поговорим. Так, какие процессы у нас происходят вот внутри ягоды в бескислородной среде? То есть важно, чтобы там не было кислорода. А дальше, как я уже сказала, это может быть углекислый газ, это может быть атмосфера азота и может быть жидкость, уже бродящее сусло. Я потом расскажу, почему здесь получилось именно так. Так вот, в это время идет образование спирта, но оно небольшое на самом деле. По разным данным, по разным источникам и с разными сортами результаты от 0,5 до 2,5. То есть чисто внутриклеточное брожение, оно дает вот такой небольшой спирт. Также происходят другие процессы, схожие с классическим процессом брожения. Идет разрушение тканей внутри ягоды. Идет образование глицерина. И вот самого глицерина образуется несколько большее количество, чем при классическом брожении. И вот этот самый глицерин, он дает ту мягкость и бархатистость вину. И дальше, как я уже сказала, идет уменьшение кислоты. Яблочной кислоты. Именно той вот резкой кусочек, которая нам мешает. Больше она разрушается у красных сортов винограда. И ее потери могут составлять до 50%. Вообще проводили опыты, проводили разные исследования. У разных сортов уменьшение этой кислоты будет по-разному. Но в среднем ученые дают цифру 30%. То, что на самом деле достаточно много. И что очень важно, что у нас идет не только уменьшение вот этой резкой кислоты. Через ряд химических реакций она превращается в спирт. Что для нас может быть очень важным и полезным. Чуть позже еще об этом поговорим более подробно. Как я уже сказала, идет разрушение внутренних структур ягоды. Идет изменение ее консистенции. При этом разрушаются пиксиновые вещества. Но они разрушаются с образованием метанола. Сразу скажу для тех, у кого метанол это вот прям красная тряпка для быка. В любом вине содержится метанол в определенных количествах. Та концентрация, которая получается вот при таком внутриклеточном брожении. Она не является критической и гораздо ниже той нормы, которая существует для вина. Ну а теперь, для чего же нам все это нужно? Я буквально пару минут вам сказала, что у нас идет два процесса. Уменьшается кислота, да, и она превращается в спирт. Смотрите, при классическом брожении, да, при классическом приготовлении вина, у нас вот эта резкая яблочная кислота превращается в более мягкую молочную. Но кислота все равно остается в вине, да. Она просто становится мягче. Ну, я объясняю простыми словами, да, чтобы человеку с любым уровнем подготовки это было понятно. В данном случае кислота уходит полностью. Она ни в кого не превращается, да. Она превращается, но в спирт. Где мы можем это использовать? Смотрите, если у нас в ягоде немножко не хватает сахара, да, и, соответственно, не хватает потенциального спирта и высокая кислота, пожалуйста, углекислотная мацерация – наш выход. Кроме кислоты я вам уже говорила про повышенное содержание глицерина, что придает вину большую мягкость и округлость. Также вина, приготовленная таким способом, имеет специфическую ароматику. Увеличивается тона вишни, мускуса, ванили, специи, клубники, орехов. То есть технология обещает нам, ну, такой очень интересный вкусовой букет. Но при этом есть определенный минус, что вот эта ароматика, полученная за счет технологии, она будет маскировать ароматику сортовую. С другой стороны, в нашем домашнем виноделии это может быть как раз-таки для нас и плюсом. То есть некоторые сорта винограда, да, которые могут нам казаться такими пустоватыми, могут дать нам хорошее, интересное вино. Но есть еще некоторые негативные моменты. Вина получается более легкими, более тонкими, и те, например, кто любят там тонинное вино, плотное вино, мощное вино, для них эта технология может не подходить по определенным причинам, да, то есть им может показаться это вино слишком тонким. Но смотрите, опять же, нам надо экспериментировать. Пока мы не попробуем, что у нас получилось в итоге, мы не поймем. Вот эти вещи надо только пощупать своими ручками, пощупать своим языком, только тогда мы можем определиться, для нас эта технология подходящая, либо не подходящая. Вот в плане кислоты, да, в плане сахара, алкоголя, как бы все замечательно, но в остальном, вот касательно ароматики, все надо проверять. Мы попробовали применить эту технологию в прошлом сезоне на сорте Галант. Почему такой выбор? Выбор на самом деле странный, потому что у Галанта кислота невысокая. Но мне захотелось посмотреть именно вот эту ароматику, да, как она меняется, что происходит, и поэтому выбор пал на Галант. Очень мне понравился результат, вот в плане округлости вина, вот оно действительно такое, понимаете, обволакивающее есть на канале ролик с дегустацией, кому интересно, в описании видео я оставлю, чтобы вы могли это посмотреть. И вот что интересно тоже, что там был, ну, достаточно высокий спирт, он чувствовался. Вот честно вам скажу, что для меня, если в вине чувствуется спирт, все. Ну, как бы, я не люблю крепкие вина, и для меня это не вина. Но я пью вина вообще с другой целью, чтобы мне было вкусно, а не для того, чтобы у меня там шумело в голове, и я чувствовала этот спирт. Но вот что интересно, что в том конкретном экземпляре спирт чувствовался не на языке, а вот здесь. В горле было тепленько, вот прям пьешь, и оно тепленько, а на языке нет. Ну, такое интересное наблюдение тоже мне очень понравилось. Вот, а еще при том, что галант мускатный, то есть мне тоже хотелось сохранить этот мускат, причем в сухом варианте он сохранился. Такой очень интересный вкус был у леденцов. Я, конечно, не услышала вот обещанных там вишни, ваниль, клубники и всего остального. Но опять же, надо же понимать, что все зависит от сорта. А вот мускатные эти нотки у галанта – это леденцы, такие очень яркие леденцы. У меня результат более чем устроил. Еще что нам обещают ученые, которые рассказывают про эту технологию. Что вот такие вина, они очень хороши молодыми. Вот для выдержки они не совсем годятся. Не буду вдаваться в подробности. Есть определенные нюансы, есть определенные тонкости. Но вот как раз-таки для потребления молодыми они само то. И уверена, что многие из вас на самом деле не обладают должной выдержкой. Это не упрек, это абсолютно нормально. И хотят употреблять вина в молодом возрасте. Так вот как раз-таки карбоническая мацерация может прекрасно для этого подойти. Еще такой момент. Опять же в учебнике я встречала информацию, что такой способ очень хорош, если у нас ягода не обладает должным санитарным состоянием. То есть есть какие-то ягоды с плесенью, якобы вот в такой среде плесень не развивается, и можно работать без сферы. Но буквально через пару минут я вам скажу, что это не совсем так. Так, все-таки здесь тоже надо соблюдать чистоту и надо соблюдать осторожность. Ну а теперь переходим непосредственно к технологии и к тому, как это все осуществить в домашних условиях. Значит, смотрите, что нам нужно? Нам нужна атмосфера углекислого газа. Я долго не решалась на это все, потому что я думала, где этот самый углекислый газ достать. Ну на самом деле достать можно очень легко, если у нас есть еще что-то бродящее. Мы просто из емкости, в которой у нас бродит сусло, ставим шланг в другую емкость. И все, вот мы и получили углекислый газ. В домашних условиях ничего не надо колдовать. Второе. Тоже описано в учебниках. Дело в том, что ягода дышит и выделяет углекислый газ. И если у нас емкость плотно заполнена ягодой, то углекислого газа там более чем достаточно. Но важно, чтобы емкость была заполнена плотно. Вот сейчас будут кадры с прошлого года, как я это делала, а потом расскажу, что я делала в этом. Итак, мы снимаем ягодку с гребня. Понятно, что все плохое мы выкидываем. А хорошую целую ягодку снимаем и помещаем в бутыль. Самое сложное здесь будет, это замер сахара. Потому что все равно нам эти расчеты нужны. А когда у нас уже будет жидкость, чтобы посмотреть общее, уже часть брожения пройдет. Соответственно, часть сахара израсходуется. Поэтому здесь точных замеров мы провести не можем. Что делаем? На нескольких гроздях замеряем верхнюю и нижнюю ягоду. Считаем среднее. Понятно, точное значение мы знать не будем. Но хотя бы приблизительно. К тому же, если мы на нескольких гроздях померяем нижнее значение на нижних ягодках, то мы будем знать, что ниже этого уровня у нас точно не будет. Потому что обычно верхние ягоды в гроздях слаще, а у нижних сахара чуть меньше. Поэтому можно ориентироваться на нижний показатель. Но можно в нескольких гроздях пусть разных померить. Верх и низ. Ну, понятно, что измерить мы это можем только рефрактометром. Если у нас ариометр, то вообще ничего мы измерить не можем. Потом только сусло. Но я говорю, что уже процессы там начнутся. И точных цифр мы не получим. Пробовала, кстати, сначала в мисочку снимать. А потом засыпать в бутыль неудобно. Проще сразу в бутыль. Ну и литература говорит о том, что можно прямо с гребнями сбраживать. Немножко не наш случай. То есть мы пробуем все это в небольших количествах. Отрабатываем технологию. Вообще посмотрим на ее результат. Поэтому мы с гребней снимаем. Подбираемся кверху. Бутыли. И уже здесь, конечно, горлышко плоховато. Скажем так, укладывается. Нам надо, желательно, чтобы ягодки были поплотнее. Вот сверху их топтать не надо. Просто аккуратненько вот так вот бутыль встряхиваем. И они там укладываются так, как нам нужно. Вот уже, смотрите. В горлышке ягодки. Так, сейчас мы их потрясем немножко. Вот они уложились. Но и не топчем. Ягода не давилась. Смотрите, наступил вечер. И пакетик мой стал вздуваться. Ну, прошло часов 8, наверное. То есть процесс идет. Идет процесс выделения углекислого газа. И, в общем-то, все пространство там уже им заполнилось. Поэтому подавать его извне, как бы, ну, нет необходимости. Смотрите, прошли сутки. Ну, вот здесь видно, что надувается выделение углекислого газа. Идет. И если мы посмотрим в бутыль, то можно заметить, вот смотрите, процесс пошел. То есть ягодки начинают лопаться. И вот оттуда эти вот выделения газа. То есть внутриклеточное брожение запустилось ровненько то, что мы и хотели. Вот здесь вообще замечательно видно пузырьки. Вот они. Итак, прошло 17 дней. Смотрим. Все так же у нас все находится под выделением углекислого газа. Начинается внизу скапливаться сок. Ну, видите, объем небольшой. Там бы ягод больше давили друг друга. Ну, по ягодам тоже видно, что, в принципе, я показывала буквально на следующие сутки, что там уже брожение шло. Ну, сейчас тоже по ягодам видно, что там все идет активненько. Вот такие у нас вытряслись ягодки. Это у нас галант. Запах вообще огонь. Пахнет именно такими вот конфетками. То есть не брожением, а такой конфетный запах невероятный. И прессуем все это. Такой красивый цвет. Прям фиолетовый. И смотрите, вот отжатая мезга. Ну, отжалась она очень хорошо, в принципе, для цельной ягодки. Ну, одни шкурки. Ну, вот из 6 литров ягод у нас получилось примерно 3 литра сока. И смотрите, я думала, что может даже помочь немножко забродить, но ничего помогать не надо. Потому что дрожжи у нас были на поверхности ягод. Они там тоже немножко бродили. Все, вот брожение идет. Сейчас поставим гидрозатвор. И оставляем дображивать вот в таком состоянии. Ну, смотрите, то есть в прошлом году я оборвала ягодки, да, и сложила их плотно. Вот важно плотно не давить, не топтать. Но все-таки вот, чтобы было так достаточно плотненько. Ну, в этом сезоне вот тоже такая баночка стоит. Она просто стоит совсем недавно. Дальше я решила еще попробовать. Вот в этой банке целыми гроздями все было загружено. Ну, смотрите, в чем есть нюанс. Ну, во-первых, здесь удобно банка с очень широким горлом. Такая не классическая. С узким мы целыми гроздями не загрузим. Можно гроздь срезать на несколько частей. Ну, муторно, да, надо позаниматься. С другой стороны, чего не сделаешь ради экспериментов. И даже вот в эту банку я резала. Здесь вэллиант. У вэллиант небольшие гроздочки. На них очень много ягод. Они такие очень плотные. То есть вот для того, чтобы осуществить все это ручками, шикарно подходит. Но тем не менее я все равно дорезала, дорезала, дорезала гроздочки. Потому что иначе остается очень много свободного пространства. Можно работать со свободным пространством, но тогда мы не дожидаемся вот этого самого дыхания. Тогда нам все-таки нужно туда запускать углекислый газ. Кстати, в промышленности был даже запатентован такой способ, когда виноградную ягоду загружали в пластиковый мешок и туда помещали схолиот. Он выделяет углекислый газ, и все, процессы все идут. Интересно, можете почитать, поискать. Может быть, кому-то захочется пойти вот таким путем попробовать. И ягоды загрузили. Здесь все было подверг. То есть это очень важно, чтобы было подверг. Если не подверг, если есть свободное пространство, то, повторяюсь, запускаем углекислый газ. Тем или иным способом. Можно пофантазировать. Какого-то сифона может быть есть с углекислотой. И закрываем. Как видите, у меня тут какая-то закрывашка. Пакетик. Все. Этого вполне достаточно. Когда идет уже избыточное выделение углекислого газа, то он свободно выходит. И вот это у меня стоит уже достаточно много времени. И видите, уже, грубо говоря, пошла вторая стадия процесса. Я сейчас ближе покажу вам эту банку. Ягода здесь стала разрушаться. В том числе и под давлением других ягод. Под действием вот этого внутриклеточного брожения. И стал выделяться сок. Собственно говоря, из-за этого оно так и уплотнилось. Осело. А вот это белое, это дрожжи. Вот здесь все хорошо. Вот это стоит совсем недавно. И мы видим ту же картинку, которую мы видели на Галанте. То есть вот ягодка начинает пускать сок. Да, потихонечку она начинает разрушаться. Чем больше там идут процессы, тем ягодка сильнее разрушается. И прямо так начинает, грубо говоря, открываться. Здесь вот смотрите тоже. Это белорозовое, это дрожжи. Ну а теперь смотрите, что может произойти, когда что-то пойдет не так. Вот здесь подверг, да. А во вторую баночку у меня ягоды не хватило. Это ягода со шкурки. Она была не самого лучшего качества, потому что там не очень хорошее проветривание. Но я решила с ней поэкспериментировать. И здесь вот баночка была заполнена не полностью. И я понадеялась на дыхание, да. Смотрите, что мы здесь видим. Вот здесь на разделе это дрожжи, они беленькие. А вот выше это плесень зелененькая. Видите, что произошло? Вот с таким уже работать нельзя. Поэтому нужно быть аккуратным, да. Нужно все-таки туда закладывать хорошую ягоду. Целую. Ну тогда все пойдет так, как надо. Я уже говорила о промежуточных вариантах. Смотрите, у нас может быть полукарбоническая мастерация. Мы можем засыпать ягоды так, как нам удобно. Пусть там будут промежутки, пусть там будет все, что угодно. И залить это суслом. И это у нас будет промежуточный вариант. То есть ягоды будут бродить внутри. И при этом будет поддерживаться вот эта иммертная атмосфера. То есть в плане того, как это осуществить, вы можете использовать любой вариант. Ну вот я вас предостерегаю, да. Вот от такого я специально это показываю. Мне как бы не стыдно показать ошибки. Лучше от них предостеречь. Дальше. Сколько держать? Наука нам говорит о сроках от 8 до 21 дня. Температура. Оптимально 20-22. Ну смотрите, тут если у нас температура ниже по какой-то причине, мы можем держать дольше. Если температура выше, мы можем держать меньше. При этом опять же вы должны четко понимать, что в ваших конкретных условиях с вашим конкретным сортом может какие-то закономерности не соблюдаться. И если вы вот решите попробовать, да, то просто записывайте. Вообще возьмите себе за правило, я это говорила про виноградорство, то же самое с виноградорством. Ведите в дневник и записывайте все, что вы делали. Тогда вам будет проще оценить результат. Если он хороший, его повторить, если он будет не очень, то вам будет легко найти, скажем так, ошибку, либо вычислить тот этап, на котором что-то пошло не так, и избежать в дальнейшем. Кстати, по температуре есть такая закономерность. Чем она выше, тем больше яблочной кислоты будет разрушаться. Ну, тоже такое интересное замечание, то есть имейте это в виду. При этом, ну, например, свыше 30 точно поднимать не стоит. Можно ли выставлять все это на свет? Я вообще, ну, всегда прикрываю чем-то темным. То есть я на свет не выставляю. Данных по воздействию света на этот процесс я не нашла каких-то. Но тьму я всегда подстраховываю и закрываю. Теперь смотрите, что с этим делать. Вот оно у меня, кстати, 21 день уже простояло. Теперь я могу это подробить и оставить еще бродить на мезге, если я этого хочу. Либо могу просто отпрессовать и уже поставить бродить под запор. Классическим способом. Броджей там хватает, они уже активно размножаются, ничего добавлять не надо. Кстати, в таких винах яблочно-молочное брожение протекает легче, потому что вот пока все это вот стоит в такой атмосфере, яблочно-молочным бактериям там достаточно комфортно. И они потом легко начинают свой процесс и доедают оставшуюся яблочную кислоту. Смотрите, все, что я вам рассказывала, касается красных винь и красной ягоды. Касательно белой, да, такая технология может применяться, но рекомендуют 48 часов при температуре окружающей среды. А дальше прессуют, да, и уже ставят классическим методом. Ну вот с белой ягодой, если захотите поэкспериментировать, пробуйте на небольших объемах, да, чтобы, ну там, с белой ягодой могут быть свои нюансы, поэтому попробуйте на небольших объемах, чтобы не испортить. С красной можно работать, мне понравилось, ну вот в этом году пробую на другом сорте. Что в итоге получится, как в итоге получится, обязательно расскажу, покажу. То есть вообще технология интересная, да, технология очень полезная, технология достаточно легко осуществимая, потому что, смотрите, да, нам не надо там хотеть мешать в мисгу, следить за суслом, поставлю в банку, да, и неделю куда-нибудь уехали отдыхать, а можно так, и две, да, и не надо думать, что происходит с этим всем. Ну, при этом бонус, да, уменьшение кислоты, повышение спирта, больше округлость, больше ароматика, пьем в молодом возрасте. Но если кто-то любит насыщенные вина, плотные танины, то эта технология не совсем для них. Опять же, в мировом винопроизводстве, какие сорта так делают? Делают такширас, делают такпинонуар, и так делают гаме. Это знаменитый Бажален Нуво, как раз-таки производится вот по такой технологии, и эту технологию очень сильно любят сторонники натурального виноделия. Но уже с нашими сортами, в наших условиях, это широкий спектр для экспериментов. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав на пущу. Ссылка на другие полезные видео, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч!